Пожалуйста, давайте от фракции обменяемся мнением, и как нам сегодняшним этим вопросом поступить? Владимир Вольфович, оставьте в покое сегодня наших министров. Мы же, видите, что происходит в стране. Вспомните, Георгий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Болгодонский взорван за три дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценить, если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. И в это время мы с вами занимаемся всем другими делами. Давайте этим займемся лучше. Как это произошло, что вам доказывают, что в 11 утра в понедельник взорван дом, и что администратор Государственной Думы не знал об этом, что вам об этом доложили? Все спят, через три дня взрывают, тогда начинают принимать меры. Вчера вы очень хорошо говорили о смене руководства транснефти. А в это время сейчас рабочие в Достоянске отбиваются от такого же ОМОМа, когда Лебедь пытается захватить приятие уже равно приватизированное. Владимир Вольфович, нас все должно интересовать. С вами там, где царит беззаконие, мы должны вмешиваться. Это видео не реклама Жириновского, не реклама ЛДПР. Это видео о том, как ФСБ России взрывает дома, проводит теракты не только на территории России, но и на сопредельных территориях, в том числе и на территории Казахстана. В продолжении моего последнего видео, где я получил много откликов, много внимания, много критики, за критику особое спасибо. Критика меня вдохновляет. Обвинили меня, что я вот тут с потолка взял эти факты про теракт АКТОБ, к которому причастны российские спецслужбы. Сделаем подробный обзор этого момента. Теракт в АКТОБ произошел в 2016 году, именно 5 июня. И все, что говорил Жириновский про взрывы домов в Волгодонске, точно так же относится и к теракту в АКТОБ. То есть идет такая несогласованная работа российских властей и спецслужб российских. Есть сайт Оренбургской области, правительство Оренбургской области. Все ссылки смотрите в описании к этому видео. Мы вообще живем в интересное время, такое современное, когда интернет доступен каждому. Каждый может проверить факты, которые выкладываются, факты, которые предоставляются. Каждый может лично удостовериться в том, что я говорю. Есть сайт Оренбургской области, правительство Оренбургской области, где мы можем посмотреть, какие сообщения были до 5 июня 2016 года, за 15 дней до этих событий. Есть такой портал, как веб-архив. Они независимые организации, они сохраняют некоторые сайты в себе, в кэш, и никому не дают удалять этот кэш. Информацию по теракту АКТОБ уже удалили из кэша Гугла, Яндекса, Бинга и прочих поисковых систем. Тут, конечно, спецслужбы постарались, зачистили информационное поле. Но, слава Богу, есть такой ресурс, как веб-архив. И в этом ресурсе сохранились ссылки на статью сайта Оренбургской области, правительства Оренбургской области, за 2016 год. Статья эта появилась 20 мая в 14 часов 41 минута 34 секунды, то есть где-то в обед, и была удалена уже 24 мая. Статья эта гласит следующее. За 15 дней до трагических событий в Казахстане сайта Оренбургской области, правительство Оренбургской области выпустило экстренное сообщение о том, что в Казахстане произошел теракт, погибли люди, война, в общем, убивают. Ну, все, рассказали все, что случится, должно было случиться через две недели. Вот такие они оракулы, провидцы. По этому событию вы можете найти некоторые даже новости официальные, допустим, на вести.ру, что 20 мая они сообщают, 20 мая, то есть 20 мая, да, в тот же день, якобы в тот же день, но это подставная информация, на самом деле они намного позже об этом сообщили, что сайт правительства Оренбургской области взломан хакерами, и там выложена недостоверная информация о том, что в Казахстане произошел теракт. Вот такая вот отмазка у них была. Но на самом деле факты, изложенные в этой статье, а вы можете открыть веб-архив по ссылкам из описания к видео, полностью соответствуют всем тем событиям, которые произошли 15 днями позже, 5 июня 2016 года, действительно в октябре произошел теракт. То есть это не просто совпадение, это изложение реальных фактов, заранее изложение реальных фактов. И участие в данном случае российских спецслужб в теракте в ОКТОБ, оно стопроцентно доказано в этом случае. Стопроцентно можно быть в этом уверены. Те, кто еще не верит и считает это чушью или моим бредом, есть все ссылки в описании к этому видео. Нажимайте эти ссылки последовательно, и вы все сами увидите, все сами поймете. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово, и до новых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok